Северский район с рабочим визитом посетили атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы Николай Далуда и заместитель губернатора Краснодарского края по вопросам казачества Александр Власов. Всероссийский атаман считает одной из важнейших задач развивать систему казачьего образования, которая начинается еще с дошкольного возраста. Детский сад номер 15 поселка Ильский как раз имеет казачью направленность. Детвора здесь изучают кубанские традиции, обычаи и культуру. Предмет гордости 15 садика – шикарное подворье с казачьей хатой. Огород воспитанники образовательного учреждения возделывают самостоятельно под руководством воспитателей. Этой осенью, несмотря на засуху, собрали завидный урожай. Держат здесь даже самых настоящих кур. После небольшой экскурсии дорогих гостей напоили узваром, накормили пирожками и порадовали творческой программой, подготовленной воспитанниками подготовительной группы. Николай Далуда отметил высокую организацию обучения и досуга детей, которые воспитываются здесь в духе патриотизма и любви к родине. На казачьих обычаях и традициях должна воспитываться вся молодежь. Россия, я об этом везде говорю, в правительстве, в администрации президента, в Госдуме, везде говорю, потому что это будущие страны. Потому что на Кубани, почему 6 тысяч добровольцев сейчас воюют? Только с Кубанского края, только с нашего Краснодарского края. Да потому что здесь идет настоящее патриотическое воспитание подрастающего поколения. Казака всю жизнь воспитывали в случае необходимости встать на защиту своей Родины, своего Отечества. Так было исторически. И так на Кубани и сейчас поддерживается. Но начало идет вот отсюда. Вот отсюда. Вот с этих головок. Вот с этих ребятишек. Поэтому вам спасибо большое. Спасибо, и мы с ним вам подробно. Спасибо большое. Попрощались с детворой после обмена подарками. Следующим пунктом рабочего визита стал штаб Северского районного казачьего общества. Казаки принимают активное участие в жизни муниципалитета. В том числе и являются участниками добровольных объединений. Лесная дружина, например, в составе 10 человек, используют это оборудование для участия в тушении пожаров. Активно занимаются воспитанием молодежи. Этот мобильный интерактивный стрелковый тир получили, выиграв губернаторский грант. Николай Далуда опробовал тренажер на прицеливание, на котором уже давно активно занимаются представители казачьей молодежи района. Всероссийский атаман поблагодарил казаков за отличную службу и пожелал дальнейших успехов. В здании администрации района депутат Госдумы провел многочасовой прием граждан по личным вопросам и закончил визит в Северский район, почти в память погибших при исполнении воинского долга участников специальной военной операции, возложив цветы к обелиску.